Всем привет, девочки мои! Начинаю новый влог. Я сейчас еду к дочке. Дочку с Кристиной отпускаю в театр. Ну, пусть они там еще зайдут куда покушать, может быть. В общем, решила я им дать сегодня отдохнуть. Я вызвала такси. На улице жара 31 градус. В общем-то, не хочется мне париться на солнышке, ни на остановке, нигде. Такси сейчас прибудет. Субтитры сделал DimaTorzok Все, дочке позвонила. Ее еще дома нету, но я уже поднимаюсь. Кто меня встречает? Кошечка Милочка, да, моя маленькая Киська? Ты встречаешь меня тут сидишь, да? Бабушка пришла тебе в гости. Все, захожу. Скоро сейчас мамочка твоя придет и Денечка. Ой-ой-ой, звезда, звезда. Привет, звезда. Давно ты у меня... Привет, мужики. Да, моих подписчиков не видели. Мои подписчики тебя давно не видели. Да. Всем привет. Что-то ты как-то у меня темно получаешься. Потому что свет сзади. Потому что сзади свет. Мама чё-то приехала ко мне в гости. Да. Отпустите меня в театр. Да, отпустите тебя в театр. Сенька, будьте лезвие. Ты готова? Ты уже все нарядилась. Да, я нарядилась и вырядилась. Кристина мне покрасила, кстати. Ты видела? Да, я смотрела. Я смотрела видео, где я говорила, что свобода попугаю. Не каждый раз будут тебя назвать. Да, да. Я рада, конечно. Но у меня еще Валентина соседка есть. А, ты красишь? Да, которую крашу. Крашу в каштановый цвет. Последний раз я покрасила, а у нее лонды нету. Ну, протереть кожу. А, ты купила вот это? А я купила ей, да, заказала. И потом у нее... Ты нашла в пакете? Нет еще. И у нее еще волосы реденькие. Они у нее прям реденькие, такие тоненькие. Я решила масочку для укрепления еще и заказать. Так что я... Вот и заботочка. Ну, да. Ну, надо же как-то людям приятное делать. Мне приятное, когда я делаю кому-то приятное. А так это и работает. Да, кому-то что-то приятное. Так это и работает. Ты звезда. Ты, короче, уже все собралась. Ты это, губки подкрасить. Не, не будешь? А что, надо? Не хочешь? Надо? Не знаю, ты же подкрасишь. Опять бледненький. Я же татуаж сделала. Уже давно. Что-то я не вижу его. Бойте поближе. Я слепенькая, наверное. Далеко остались. Ну, они как бы подсохли. Надо их чуть-чуть увлажнить. Но цвет-то есть. Ну, не вижу я, если честно. Без татуажа не видела. И с татуажем не видеть. Да. Ну, что, цвет волос, кстати, хороший. Мне нравится все. Корень подкрашенный. У меня новый. Костюмчик хорошенький. Выголюйся. Жарко только. Сейчас 31 градус. У меня жарко. Он такой легкий. И чуть что можно вот так раз в раз. И, в принципе, как и была. Ну, с другой стороны, оголенные в театр вроде как бы не ходят. Да. Неприлично. Это я надела сарафанчик и кайфую. Кайфую. Ну, сарафан мне этот нравится. Он как раз пошит. Именно так вот пряменько. Чтоб нигде ничего не жало. Сарафан шикарный цвет теперь идет. Я люблю, когда, знаешь, у меня на бретелечках вот. Они тут висят. Я их чувствую, что здесь. Остальное я почти не чувствую. Вот, да. Чтоб оно вот так вот мне было. Вот. Летом только так. Вот. Ну, и что, что? Оставляешь меня с Денечкой. Денечки. Сейчас гречечку варю. Да, она уже почти готова, гречечка. И что? В ванную сейчас его тоже поплескается. Пускай. Да, я сама тоже душик приняла тоже. У меня, кстати, горячую воду отключили до конца месяца. Валком. Да. Сейчас пойдем, покажи мне, какая шампунь мне больше подойдет. Я не стала уже свою ничего тащить. Думаю, у тебя полно всего. Ну, все. Наша мамулечка ушла в театр. И, в общем-то, мы с Денечкой купаемся. Я помыла голову и скупалась тут по случаю. У меня же горячую воду отключили. Вот. Поэтому я по-быстренькому здесь все сделала. Денька пока сейчас плескается в ванной. Ну, и, собственно говоря, туда-сюда и через часик уже укладывать спать ему завтра в садик. Ну, а дочка придет уже позже. Попозже придет. Денечка накупался, да? Мультики смотрит. Цыпленка смотришь? Надо другое что-нибудь включить. Давай другой мультик посмотрим. Давай? Нет. Вот ты упрямый какой. Так, а что у нас солнышко? Солнышко еще висит. Но какие-то там, видимо, либо облака, либо что-то не светит ярко. Что это такое там на горизонте, я не знаю. Иди сюда, Милочка. Иди сюда. Иди сюда, иди ко мне. Кошка, заигрываешь со мной, да? Деня уснул. Милка ждет маму и заигрывает со мной. Вот и баловная коша. Баловная ты коша. Вот она. Скоро придет твоя мама, не скучай. Ты мой зайчик маленький. Это кошечка такая хорошенькая. Скажи, я хорошенькая кошечка. Ну иди сюда, иди ко мне. Иди, ложись рядышком. Иди. Иди рядышком, ложись. Звезда экрана ты у нас. Да, Милка? Ты звезда экрана. Ну вот и все, девочки. Вызвала я такси, еду домой спать. Уже поздненько. На улице теплы. Правда, ветерочек немножко такой дует. Но все равно тепло. Температура вообще классная. А дома все равно жарковато. Все. Еду домой спать. Завтра увидимся. Всем доброе утро, девочки мои. Я сегодня для съемок выбрала вот это вот местечко. Тут моя галерея. Алмазные вот это. Алмазная вышивка. Вот мне кажется, прям даже неплохо смотрится. А что я хочу вам, собственно говоря, сейчас показать свой выбор Фаберлик. Что я заказала на этот раз. Но для начала я хочу вам сказать. Я в субботу собрала пазл. Вы помните, я вам показывала пазл с котятами. И вот в субботу у меня было время. Думаю, ну-ка возьму-ка я сейчас и попробую собрать. Потому что мы, когда я его взяла тогда первый раз с Настей, пытались собрать. Но мы только контур собрали. Остальное там показалось сложным. Мне показалось сложным. 300 элементов. 300. Это много. В общем, там 50 на 40 сантиметров большая картина получается. И я думала, что я не соберу. Но, тем не менее, я села. И, в общем-то, за полдня, я пока смотрела там телевизор. И за полдня я все это собрала. И сейчас я вам это сюда вставлю. Посмотрите, что из этого вышло. Вот. То есть у меня все получилось. Все собралось. Смотрите, что я сделала. Я первый раз собрала пазл. Вот этот вот пазл, который я брала в Фаберлик. Я целый день сегодня сидела. У меня сегодня свободный день. И первый раз в жизни я собрала вот такой вот пазл. Ну, вообще-то мне показалось сначала, что я даже не соберу его. Но мне удалось это сделать. Я прям рада-рада. Ура! Я молодец какая! Смотрела телевизор потихонечку и собирала. Ну, как вам картинка? Ничего, да? Вот. Ну, а теперь я хочу вам показать, что я заказала на этот раз в Фаберлик, девочки. Значит, заказала я средства для кожи. Сначала для кожи. Вот эти вот два средства. Покажу вам поближе. Доктор Кор. Крем против пигментации для лица и рук. Этот крем с комфортной текстурой создан для коррекции пигментации кожи в период гормонального старения. То есть, это то, что мне нужно. У меня пигментация, она и без того была. Ну, я имею в виду веснушки были. Какие-то пигментные пятна остались. Но, в любом случае, в общем, для кожи, так как мы сейчас под солнцем ходим, и бывает пигментация, вот какие-то пятна появляются, но и возрастные тем не менее. В общем, вот такой вот крем для лица и рук. И также я взяла крем такой же лифтинг для век, тоже в период старения. Тоже очень хороший этот крем. Ну, будем его пробовать. Отзывы я вам скажу. Хотя я думаю, что эффект прям сразу он не будет показываться. Он со временем покажется. Но и тем не менее, в общем, вот такой вот крем. Ну, надо открыть, посмотреть, как он выглядит в открытом виде. Вот такой вот тюбик. В общем, так трудно сейчас сказать что-то, но будем смотреть, будем пробовать. А еще я взяла крем универсальный с аргинином. Этот крем для аптечки. Такой крем должен быть в аптечке. Содержит биоактивную форму аргинина и комплекс натуральных экстрактов. Экстракт имбиря, плодов, каштана, донника, листья, подорожника, которые восстанавливают, улучшают защитную реакцию кожи. Ну, вот такой вот крем. Посмотрим, что там внутри. Вот такой вот тюбик. И на нем крестик. Это в аптечку. Это крем для аптечки. Это если какие-то ушибы. Вот для этого крем предназначен. Артикул этого крема 1279. Что еще, девочки, интересного новенького я заказала себе? Вот мне просто интересно такой вот спрей Релакс. Расслабляющий мист для сна из серии Дрем Терапи. Для более быстрого засыпания и бодрого пробуждения. Ароматическая композиция создает комфортную атмосферу и настраивает на отдых. Для спокойной ночи, девочки, вот такой вот крем. Не крем, вернее, а спрей. Так, мне интересно, чем он пахнет. Попробуем шикнуть. Ну, такой приятный, приятный такой запах. Это, в общем, вечером, я так думаю, перед сном попшикать, чтобы лучше спать. А то у меня со сном проблемы, вы же знаете. А еще, девочки, недавно я выводила пятно. И вот взяла я на этот случай вдруг универсальный жидкий спрей-пятновыводитель. Вот такой вот спрейчик. Там и салфетки есть, оно в разных видах продается. Ну, для меня вот удобно спреем. Раз побрызгала на пятно, подождала, и оно вывелось. В общем, вот такой вот спрейчик я взяла, чтобы он у меня был в наличии. Ну, как всегда, я взяла краску для волос. Я беру 10.0. Ботаника 10.0. Это вот такой краской я крашусь. Кто не знает, будете знать теперь. Концентрированный гель для стирки. Я беру Color, так как у меня и пастельное белье. Оно как бы цветное. И, в общем, вся одежда такая цветная. И иногда бывает, когда я ставлю на быструю стирку в холодной воде, там 30 градусов, например. То тогда я использую гель для того, чтобы гель быстро это все сполоснул белье. И он быстрее растворяется, чем стиральный порошок. А стиральный порошок растворяется медленно. И вообще стиральный порошок не рекомендуют при стирке, когда она стирка быстрая, там, допустим, 15-30 минут и вода холодная. Стиральный порошок до конца не успевает раствориться и белье плохо выполоскивается. Поэтому я использую гель. Вот такой вот гель для стирки у меня имеется. Недавно я красила волосы своей соседке, подруге своей. Волосы она красит каштановым цветом. И после окрашивания у нее на коже вокруг головы, на лбу, остались пятна от краски, естественно. Я ей говорю, тебе нужно взять средство, которое будет вытирать с кожи вот эту вот краску. Мне-то этого не нужно, так как у меня волосы светлые. И вот я взяла средство для удаления краски с кожи после окрашивания волос. Вот это я в подарок взяла своей соседке. Надеюсь, она будет рада. И еще у нее редкий волос, тонкий волос. Я взяла еще и масочку уплотняющую для лишенных густоты истонченных волос. Вот такую масочку тоже я ей подарю. Пусть она пользуется на здоровье. И в общем будет она очень рада. Еще, девочки, попался мне кетчуп шашлычный из помидоров черри. Я решила взять, попробовать вот этот кетчуп. Я не часто использую кетчуп, но иногда бывает он приходится использовать. Мне решилось, вот захотелось попробовать кетчуп от Фаберлик. Family Club. 35 килокалорий на 100 грамм. Низкокалорийный. Что особенного в этом кетчупе? Это полезные волокна пищевые. Соль с пониженным содержанием натрия. Крахмала нет, сахара нет, ГМО нет. Все, вот это вот тут все перечеркнуто. Ну и прекрасно, значит, полезный кетчуп. Я надеюсь на это. Ну и еще, девочки, я взяла себе губную помаду. Взяла немножко другой оттенок. Я взяла оттенок чуть-чуть, чуть-чуть отличается. 40-825. Давайте откроем, посмотрим. Такая же помада, вот у меня коллекция уже таких помад с магнитиком. Крышка вот эта, оп, она закрывается на магнитик. Это приятно. Вот, и немножечко цвет чуть-чуть другой. У меня немножко такой как бежевый, а этот немножко с красниночкой. Хотя приближенный похожий. А я сейчас попробую его на губах. Я сейчас вытерла помаду предыдущую, но обвела контур. Вроде бы ничего, да, мне идет. Эта помада, она немножечко сочнее выглядит, немножко сочнее. Мне кажется, вроде бы и нормально, да, неплохо. Напишите в комментариях, кому нравится эта помада. Идет ли она мне. Так, еще раз напоминаю номер 40-825 артикул у этой помады. Так, ну все, девочки мои. Вот еще каталог. Это уже 10-й каталог. На следующий период с 5 июля по 25 июля. Вот такой вот каталогик. Ну вот и все, девочки мои. Все покупочки я вам показала. К дочке съездила. Ну, пообщались мы с ней немного, потому что она торопилась. Сейчас в последнее время у нас больше общения происходит по телефону, чем в поездке. Но ничего, встретимся как-нибудь подольше, поболтаем, съездим куда-нибудь вместе. Ну, я на этом хочу свое коротенькое видео закончить, девочки, чтобы смонтировать его быстро. Сегодня день только начался. Еще все дела впереди. Я сейчас собираюсь в магазин. И что я там куплю, и что я буду делать, что я готовить буду и так далее. Все это вы узнаете уже в следующем видео. А на этом я хочу с вами это видео закончить. Ссылочку на фаберлики я оставлю внизу. Заходите по ссылочке. Выбирайте. Очень много новиночек. Очень много скидочек хороших есть там. Ну и все. Прощаюсь с вами. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь. Не забывайте на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать. А то кто-то пишет, что-то у вас давно не было видно. Куда вы пропали? Я никуда не пропала. Мои видео выходят, как и обычно, всегда, через день. Я стараюсь не пропускать ни одного дня. Поэтому, если вы пропускаете, значит нужно поставить колокольчик, чтобы вовремя увидеть мое видео. Ставьте лайки. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...